За выборами в регионе ведется общественный контроль. Все дни голосования в Самарской области работает ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Таченов. Вместе с независимыми наблюдателями он выезжает на избирательные участки и территориальные избирательные комиссии региона. Сегодня он также ознакомился с работой Ситуационного центра общественного наблюдения за выборами в здании аппарата по правам человека в Самарской области. Я могу сказать еще по стране, коллеги мои по совету в разных регионах, 11 регионов, мы охватываем и мониторим всю страну. И в общем-то все говорят, что там мало нарушений. То есть система работает, недостатки устраняются сходу. Они все то, что пока выявлено, зафиксировано в Самарской области, они влекут за собой влияние на волеизъявления граждан. В Ситуационном центре на улице Маяковского установлены компьютеры для прямой трансляции сигнала с избирательных участков. Мониторить можно как в режиме реального времени, так и просматривая сохраненные записи. Любой избиратель может прийти на Маяковскую 20 и включиться в режим онлайн-видеонаблюдения за голосованием на всей территории Самарской области. И в этом уже наблюдатели убедились. Особенно это интересует молодежь. Видеокамеры не выключаются, даже когда участки закрыты на ночь. На любой участок можно зайти по видеосвязи и пронаблюдать, как люди заходят, всю процедуру регистрации, выдачи бюллетеней и как он уходит в кабину. Там закрыто, ничего уже не видно. И так должно быть. В Самарской области организована работа трех ситуационных центров общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Одного в Тольятти и двух в Самаре. Они работают все три дня голосования. Общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала члена общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский. А также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События.